Слава Украине! Привет всем от Полонска! Ну что, друзья мои, давайте расскажу вам о ситуации в Херсоне и в Киеве на сегодняшний день вечер. Скорее на сегодняшний день. Значит, по Херсону свет по большей части есть. С перерывами сразу скажу, потому что, конечно, периодически расисты обстреливают со стороны голой пристани, со стороны Олешек. И, соответственно, перебивают, они специально намеренно перебивают линии электропередач, чтобы людей в Херсоне оставить без света, чтобы, знаете, нанести им как можно больше страданий. Ну, в этом весь как бы расшизм и ничего удивительного в этом нет. Они пытаются вот именно нагадить, нагадить людям, чтобы люди именно страдали, да. По отоплению запустили уже постепенно отопление. Две трети города уже с котельной работают, батареи заработали, слава Богу. Ну, интернет по городу, ну, могу сказать так, по Шуминскому, кто в курсе, там вообще более-менее. Интернет работает, связь работает, все провайдеры работают. Гастрономы говорю. Торговые магазины, торговые центры, это все открыто уже. АТБ работает, Сильпо в процессе. То есть, ну, базары нормально, ситуация хорошая. К сожалению, пока что не работают магазины, не начали толком работать магазины электроники и подобных вещей. Это и понятно, потому что там и продукции особо негде хранить, и довольно дорогая ее разбить могут. Ну, все равно это все в процессе. Новая почта и Укрпошта работают с первых дней, поэтому тут даже нечего и говорить. То есть, жизнь, в принципе, в городе приходит в нормальное русло, по Киеву. По Киеву все, конечно, работает, ситуация устаканилась, но, опять-таки, есть отключения света. Такие же, как в Херсоне, такие же, как по всей Украине. Отключения света и на 4 часа, и на 5 часов бывает. Ничего с этим не поделать. Вот сам застал отключение такое в нашем блокбастере. Это кто знает, я думаю, все знают, киевляне, что оно такое. Просто посередине покупки вырубило свет. Минут 10 его не было. Но, вы знаете, вот что смотришь по людям, вот кто-то бы, русские, наверное, думают, что мы вот все, света нет. Побежали толпой к выходу, выходить, искать выходы из магазина. Знаете, что люди сделали? Ни один человек из магазина, вот я находился в довольно большом одежном магазине, из этих модных. Ну, там было, может, человек 20 людей, покупателей. Большое, большая площадь такая. Что вы думаете? Ни один человек не вышел, повключали фонарик и начали светить. И вот как работал магазин, так он и работал до тех пор, пока у них, ну, минут, может, 5, 8, 10 взяло включить генераторы. И оно опять заработало, свет уже был просто от генераторов. Вот. Но за это время я успел купить, другие люди успели купить, просто по цветам фонарики. Она что-то, девочка, там считает. Причем, что интересно, что у них касса работает бесперебойниками, вообще по барабану этот цвет, по покупке вводит. Клиенты ей светят фонариком, она все это сделала, кто что купил. Ни один человек не вышел без покупки, вот так вот. То есть, люди вообще уже никак не реагируют на это отсутствие, присутствие света. Раз есть свет, значит, мы живем вот так. Раз света нет, мы живем вот так. Но мы все равно живем полной жизнью и никаких проблем с этим мы не видим. Если вот этот вот маленький кремлевский пляшивый думает, что он каким-то образом нас сподвиг на какие-то действия против правительства, чтобы мы сказали, дружи с этим упырем Зеленскому, чтобы мы сказали, дружи с упырем Путиным, проведи с ним переговоры. Нет, Вован Путин, никто с тобой переговариваться не будет. Нет, Брешу, один человек с тобой обязательно поговорит. Это прокурор в Гааге. Вот прокурор в Гааге с тобой обязательно будет вести переговоры. Вот. Ну а потом суд вынесет тебе приговор, такой же как Милошевичу. И моли Бога, чтобы судьба была с тобой так же благословна, как с ним. Потому что если ты попадешься не прокурору и не Гаагскому, очень-очень гуманному, я заметю, Гаагскому суду, тогда ты попадешься своим людоедом. И тогда уже, как говорится, будет как Каддафи без суда и следствия. Слава Украине!